Привет! Начиная с этого видео, мы наконец приступаем к написанию кода, и в ходе этого урока мы изучим состояние в Android, а также создадим свой мини-калькулятор. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Первым делом давайте поговорим относительно состояния Activity. Во-первых, что такое Activity? Activity, как я уже говорил, это просто страница в вашем приложении. У вас может быть множество различных страниц, и у каждой такой страницы, у каждой такой Activity будут свои определенные состояния. Если сейчас зайти в файл mainactivity.java, то здесь мы заметим, что у нас описан сам по себе класс, а также есть определенный метод, который называется onCreate. Так вот, метод onCreate, он как раз и описывает у нас определенное состояние. Это состояние так и называется, как onCreate. И по факту сам этот метод, он будет срабатывать в момент, когда у нас только-только запускается сама по себе Activity. Ну и весь тот код, который мы запишем внутри этого метода, он будет срабатывать именно в момент запуска самой этой страницы. И помимо вот такого вот метода, как onCreate, существуют и другие состояния, которые вызываются в определенные моменты жизни самой Activity, жизни самой страницы. Вот давайте мы изучим, какие же подобные состояния существуют. Для примера давайте возьмем некую Activity. Это может быть абсолютно любая страница в вашем приложении. Для каждой такой страницы будут срабатывать определенные события. Смотрите, как только у вас Activity запускается, у вас всегда будет срабатывать первое событие. Оно называется onCreate. Это событие вызывается в момент, когда Activity только-только начинает свое создание. То есть она еще не показана пользователю, она лишь создается. И в этот момент у вас вызывается onCreate. То есть любой код, который вы запишите внутри метода onCreate, внутри этого события, он будет обработан, он будет вызван именно в момент создания самой Activity. Сразу же после этого метода у вас идет следующее событие, оно называется onStart. OnStart это еще то как бы событие, которое также предшествует перед показом пользователю. То есть onCreate вы здесь просто как бы создаете саму Activity, но она создается автоматически, но как бы в этом событии создается Activity. OnStart здесь происходит запуск самой Activity, ее как бы старт. И дальше еще после onStart идет еще такое событие, как onResume. И onResume это как раз уже процесс отображения Activity пользователю. То есть перед тем, как Activity, перед тем, как какая-либо страница будет показана пользователю, всегда идут три события. Это события onCreate, onStart, а также onResume. И соответственно вы можете с любым из этих событий в любой момент работать. Вот например, сейчас у нас здесь в коде прописано то, что мы работаем с методом onCreate, с таким вот событием. Но если вам необходимо поработать с другим каким-либо событием, то соответственно вы спокойно здесь можете обратиться к нужному вам событию. Главное знать, как называется это событие. Вот например, мы знаем, что событие называется onStart. Мы к нему обращаемся. И вот сама Android Studio, она все для меня прописала. Она прописала аннотацию override, сказала то, что мы как бы переписываем этот метод из родительского класса. Здесь же мы просто вызываем этот же метод из родительского класса. Ну и по факту я могу здесь прописать абсолютно все, что угодно. Но главное, важно понимать, что весь этот код он сработает лишь после того, как сработает весь код в методе onCreate. Ну и по аналогичному методу вы можете обращаться к любым другим событиям, которые вот здесь будут приведены. То есть смотрите, как только вы запускаете вашу страницу, у вас срабатывает три метода, три события. Это onCreate, onStart, onResume. Далее у вас сама по себе Activity уже будет запущена. То есть идет процесс уже работы пользователя с вашей Activity. Он просматривает, например, там дизайн, нажимает на какие-то кнопки и так дальше. Здесь никакие события как таковые не вызываются. Но следующие события могут вызываться в момент, когда пользователь, например, выйдет из нашего приложения или же в момент, когда он просто смахнет верхнюю шторку, чтобы посмотреть, ну, например, уровень заряда или же там Wi-Fi или что-то в таком духе. И вот предположим, что если пользователь действительно смахнет вот эту верхнюю шторку, то в таком случае наша вся Activity, наша вся страница, она станет на паузу. Поэтому здесь вызывается следующее событие. Оно называется onPause. И на самом-то деле это достаточно удобное событие. Вот предположим, вы создаете некую игру. Ну, представим просто. И вам необходимо делать так, что если пользователь выходит из вашего приложения или же если он просто смахивает вот эту вот верхнюю шторку, чтобы посмотреть там уровень заряда или что-то такое, то вы хотите либо ставить игру, например, на паузу, либо просто сохранять счет. И такое сделать можно будет, но чтобы такое сделать, вам необходимо будет отлавливать вот это вот событие, когда сама Activity ставится на паузу. И отлавливать такое на самом-то деле будет вам очень просто за счет вот этого вот как раз метода onPause. То есть прописывается он точно так же самым. Вот давайте мы удалим, наверное, предыдущий. Здесь вы просто обращаетесь к нужному методу. Так он и называется, onPause. И все. И весь тот код, который вот здесь вы пропишете, он будет срабатывать каждый раз, когда ваша Activity будет становиться на паузу. Ну и, например, если вот у вас есть программа фонарик, вам необходимо выключать фонарик в момент, когда пользователь выходит из вашего приложения или просто смахивает шторку. Соответственно, опять же, можно использовать вот этот вот метод onPause и просто в нем прописывать то, что вы отключаете, например, фонарик. В то же время, когда он смахнет шторку обратно и обратно вернется в вашу игру, например, или в ваше приложение, вам бы хотелось обратно возобновлять весь процесс работы. И чтобы возобновить весь процесс работы, вы уже можете обращаться к такому событию, как onResume. То есть, смотрите, если ваше Activity было поставлено на паузу, то сработает событие onPause. Если он обратно вернулся в приложение, то сработает метод onResume. То есть, здесь вы могли бы сохранить игровой процесс, а здесь вы бы могли его, например, возобновить. То есть, это достаточно удобно. Если же все-таки так получается, что он, получается, пользователь поставил как бы Activity на паузу и после этого не вернулся в приложение, а вообще вышел из приложения, то в таком случае после повторного запуска в приложение будут все этапы заново проходиться. То есть, опять же, будет onCreate создание этой Activity, onStart и так далее. Если все-таки после того, как он вышел на паузу, он не вернулся как бы обратно в приложение, а, например, вышел из него, то есть не полностью закрыл приложение, а просто как бы его вышел из него ненадолго, то в таком случае еще сработает такое событие, как onStop. Если после вот этого недолгого выхода из приложения он возвращается внутрь приложения, то сработает еще такое событие, как onRestart, после него опять же сработает onStart, onResume и потом только будет показана сама Activity. Ну и если, наконец, пользователь окончательно вышел из вашего приложения, прям полностью закрыл ваше приложение, то после события onStop еще сработает событие onDestroy, после чего Activity у нас будет завершена, ну и как бы само приложение тоже будет завершено. В общем, запоминать все эти события вам не требуется. Вы просто можете обращаться к этой картинке, она, кстати, будет на сайте ITProger, ссылка в описании. И в нужный момент, если вам потребуется выполнить какой-то участок кода, то вы всегда можете прописать соответствующее событие, и, соответственно, в определенный момент будет выполняться определенный ваш код. Вот возьмем небольшой пример. Вы создаете приложение с фонариком. Вам необходимо сделать так, чтобы когда пользователь будет выходить из вашего приложения, чтобы у вас фонарик автоматически выключался. Потому что это не совсем логично, если пользователь выйдет из приложения, а фонарик до сих пор будет работать. Его телефон будет потреблять больше энергии, ну и, соответственно, он будет не особо доволен вашим приложением. И вот, казалось бы, как отследить момент, когда пользователь выходит из приложения? Нужно вроде прописать много кода, чтобы просто понять само это действие. На самом-то деле все максимально просто. Если вы хотите отследить действие, когда пользователь уже закрывает ваше приложение, когда он полностью выходит из него, вам просто нужно обратиться к такому событию, как onDestroy. Вы обращаетесь к этому событию и в нем же прописываете отключение самого фонарика, что достаточно просто. Вот сам этот метод onDestroy. И вот здесь вы бы могли прописать функционал для отключения фонарика. После этого каждый раз, когда пользователь будет забывать выключить фонарик, но при этом он будет выходить из вашего приложения, у вас каждый раз будет выключаться сам по себе фонарик. В общем, события это достаточно полезная штука и по необходимости мы к ним еще будем обращаться. На данный момент мы будем работать лишь с таким событием, как onCreate. Опять же напомню, это событие вызывается самым первым при создании какой-либо activity. Здесь, в этом событии, удобно обращаться к объектам из дизайна, просто находить эти объекты и дальше взаимодействовать с ними. Мы такое как раз с вами и будем сейчас делать. Итак, давайте мы сейчас с вами попробуем создать что-то в духе небольшого калькулятора. Это действительно будет простецкий калькулятор. И прежде чем мы приступим к написанию дизайна, нам изначально необходимо вот здесь отобразить весь пользовательский UI, весь пользовательский интерфейс. Чтобы такое сделать, мы должны нажать на вот этот вот глазочек и здесь же мы можем нажать на Show System UI, вот установить просто эту галочку. После того, как мы это делаем, у нас появляется весь вот этот вот пользовательский как бы интерфейс. То есть мы теперь видим точно, как наше приложение будет выглядеть на реальном устройстве и можем заметить, что у нас есть вот эта вот верхняя шапка, которую я бы лучше убрал. Ну, мне она не нравится, я бы ее лучше убрал. Чтобы ее убрать, нам необходимо перейти в один из файлов temps.xml и здесь же у нас указывается тема для всего приложения. Мы давайте вместо Dark Action Bar мы укажем здесь No Action Bar. Вот такое вот название. Также мы перейдем, давайте, и во второй файл. Здесь тоже укажем ту же самую тему No Action Bar. В таком случае вы можете заметить, что видите, вот эта вот шапка, она просто исчезла. Вот эту вот шапку, а также кнопки мы, конечно же, убрать не можем, потому что они все равно будут на реальном устройстве. Единственное, что мы можем сделать, так это мы можем поменять цвет для вот этой вот верхней шапки. Ну, цвет для кнопок мы точно не поменяем, потому что они как бы по умолчанию идут такие вот черненькие. Но цвет для шапки мы можем поменять. И чтобы поменять этот цвет, нам необходимо зайти в файл Colors. Напомню, в этом файле описываются абсолютно все цвета, которые используются внутри вашего приложения. И вот здесь вы можете заметить, что у нас есть синий такой вот цвет, он называется Purple 700. И он же, по всей видимости, используется для вот этой вот шапки. Возможно, у вас этот цвет как-то будет по-другому называться, но в любом случае вы его просто найдите. Он находится в этом вот файле. Находим нужный цвет и далее мы его можем поменять. Единственная загвоздка заключается в том, что знать вот эти вот все хэш-коды цветов, ну, просто невозможно. А главное, не нужно. Вы можете просто зайти, например, в Google, можете прописать здесь Color Picker. И далее здесь будет вот такой вот выбор цветов. Если вдруг этого выбора здесь нет, то, конечно же, можете перейти на соответствующие сайты. Там подобные вот выборки уже будут. Вы выбираете нужный вам цвет и здесь же внизу будет представлен хекс. Это как раз тот код, который нам и нужен. Мы его можем скопировать. И далее мы его просто можем вот сюда, например, добавить. Как только я это делаю, видите, вот здесь тоже цвет меняется. И если зайти на главную страницу, здесь тоже цвет меняется. В общем, вы можете с этим поиграться, можете установить нужный вам цвет. И также дополнительно мы давайте сразу еще и поменяем фон для всего нашего приложения. Для этого мы выбираем основной слой. Он у меня здесь называется Constraint Layout. И здесь же в боковой панели мы можем установить новый задний фон, задний цвет. Соответственно, давайте мы не будем искать нужное свойство, а просто пропишем здесь Background, ну или просто Back. И вот у меня здесь уже идет как бы, ну, нужное свойство. Что мы можем сделать? Мы на самом-то деле здесь можем нажать на пипетку, и сразу здесь появится уже выбор цветов. И мы можем установить абсолютно любой цвет, какой только захотите. Вот он будет установлен. Но, если мы говорим про Android Studio, то здесь принято не сразу устанавливать какой-то определенный цвет, прямиком вот как мы это сейчас сделали. Здесь принято все-таки создавать новый отдельный объект в файлике Colors. Соответственно, мы сейчас с вами так и сделаем. И этот объект мы давайте назовем просто как BG. И для него же указываем здесь некий хэш цвет. Мы давайте сперва по сути подберем сам этот цвет. Ну, например, я хочу какой-то легкий серый вот такой вот цвет добавить. Вы же можете установить любой другой, какой только захотите. И дальше здесь есть хэкс-код. Мы его просто с вами копируем и вставляем его вот сюда. И дальше все, что нам необходимо сделать, так это вместо прямой установки цвета, как это у нас вот здесь было сделано, вместо прямой установки, мы просто с вами обращаемся к собачке, дальше обращаемся к файлику Color, и дальше к нужному там объекту, в моем случае это BG. По факту ничего не меняется, то есть у нас остается такой же цвет. Но главное, мы сейчас устанавливаем цвет правильно. Мы его не прямо устанавливаем, да, а мы устанавливаем его как бы через отдельный файл. И здесь в Android Studio это достаточно распространенная тема, то есть все цвета, они описываются в отдельном файле, и дальше вы просто эти цвета, ну, как бы вот подключаете. И так же самое с различными текстовыми надписями, они тоже записываются в отдельном файле strings.xml, и далее просто все эти текстовые надписи вы тоже подключаете. Теперь займемся расстановкой объектов. В первую очередь вам всегда необходимо добавить некий слой. На данный момент у меня здесь добавлен слой, он называется constraint layout, и это такой слой, за счет которого мы можем размещать все остальные наши объекты в любой точке самой программки. То есть здесь каждый объект, у него будут отступы, отступ сверху и отступ слева. Также можно другие отступы добавить, например, справа и снизу. Но главное, что вы за счет как раз этих отступов можете любой объект расположить в любой точке вашего приложения. Это делает именно constraint layout. Помимо него существуют и другие слои, они все находятся вот здесь на вкладке layouts. Видите, вот есть constraint layout. Но также существуют другие различные слои. Например, есть такие слои, как linear layout. За счет linear layout horizontal вы можете располагать все объекты друг возле друга. Они будут идти как бы в один ряд, и они будут идти друг возле друга. За счет linear layout vertical это по сути то же самое, только каждый объект будет идти друг под другом. И тут важный момент. Каждый объект, он у вас будет как бы растянут на 100% ширины. Также есть frame layout, он позволяет вам добавить просто определенный какой-то frame, это просто определенный будет как объект. Также можно располагать объекты в формате таблицы, то есть это table layout. И здесь же вы можете создавать table row, это будет как ряд в определенной таблице. И есть еще такой слой как space, он просто добавляет отступ между объектами. Ну и помимо на самом-то деле вот этих вот слоев, существуют и другие еще некоторые слои. Например, есть такой слой как relative layout. Это достаточно удобный слой, если мы хотим создавать некое адаптивное приложение, где у нас каждый элемент будет прикреплен к предыдущему элементу. И соответственно у каждого элемента ширина и высота будет растягиваться в зависимости от того, на каком устройстве мы все это запускаем. Ну и давайте пока мы никакие другие слои использовать не будем. Смотрите, что мне необходимо сделать. Во-первых, я бы хотел добавить сюда некую текстовую надпись. Любой объект мы можем, во-первых, конечно же найти здесь через вот эти вот все вкладочки, либо можем найти через поиск. То есть вот мне нужна текстовая надпись, я могу прописать здесь text view и соответственно найду необходимый мне объект. Также любой объект мы можем перенести как просто сразу на дизайн, так и можем закинуть в определенный слой. Вот я, например, закидываю его в слой и оно здесь, конечно же, у меня будет добавлено. Кроме того, мы к этим объектам должны еще подобавлять вот такие вот стрелочки, тем самым мы говорим о том, что мы указываем отступы от определенных краев. И здесь же мы давайте наверняка его расположим примерно по центру и далее добавим кое-какие к нему дополнительные стили. Во-первых, я бы хотел изменить здесь текст. Давайте мы текст сразу же поменяем, мы зайдем в файлик string.xml, здесь создадим новую текстовую надпись. Здесь будет, например, написано калькулятор, ну вы можете написать все что угодно. И здесь напишем просто logo text, пускай такое будет название. И далее нам необходимо установить именно эту текстовую надпись. И для этого мы обращаемся здесь к самому объекту, обращаемся к свойству text и здесь обращаемся к string logo text. Ну и вот калькулятор здесь как раз у нас это значение и установлено. Также вы можете заметить, что как только я установил другой текст, у нас вся эта текстовая надпись сместилась, она уже выглядит теперь не совсем по центру. И если вы хотите, чтобы она выглядела идеально по центру, в таком случае протяните стрелочку еще в эту сторону. И тогда у вас как бы что здесь, что здесь будет одинаковый отступ. Если нужно, чтобы еще и по вертикали оно идеально по центру находилось, протяните стрелочку вниз и вот оно по вертикали и по горизонтали идеально у нас по центру. Мне не нужно, чтобы оно было по вертикали по центру, поэтому я просто нажимаю ctrl z и соответственно отменяю предыдущее действие. Теперь же давайте добавим еще стили к этой текстовой надписи. Стили, как я говорил, можно добавлять либо через вот эту вот всю вкладочку, да, здесь достаточно много из различных стилей, либо же можно перейти из режима дизайн в режим код, где мы можем просто прописывать все стили, все объекты именно в формате кода. Также существует еще такой режим как сплит, он более удобен, просто по той причине, что здесь мы будем видеть, во-первых, как сам код, так и сам дизайн. То есть здесь я могу прописывать различные стили вручную через код и тут же видеть, что они из себя будут представлять. Вот давайте мы возможно здесь обратимся к такому свойству, которое называется как text size, это размер текста и здесь мы допустим укажем 25 dp, то есть соответственно это по сути как 25 пикселей. И вот мы замечаем, что наш текст, он действительно стал достаточно большим, единственное, наверное, мы лучше не dp, а sp укажем. sp это scaled pixels, то есть это подстраиваемые пиксели. В зависимости от устройства у нас как бы вот этот вот размер, он будет изменяться. И мы указываем здесь, например, 25 пикселей. И здесь же давайте еще обратимся к такому свойству, как text color и установим какой-то цвет. Я предлагаю сейчас не создавать новый цвет, хотя если хотите, можете, конечно, его создать. Я просто обращусь, например, к цвету, что называется purple700, то есть один цвет мы можем добавлять не только к одному объекту, но и ко множеству объектов. Вот сейчас мы это как раз и с вами сделаем. И чтобы мне обратиться к purple700, я просто здесь прописываю color, ну и вот он даже подбирается, и просто прописываю purple700. Вот красный цвет здесь был добавлен. Конечно же, вы можете сказать, что прописывать все свойства вот так через код, это не особо удобно. Куда удобнее все-таки все это прописывать через графический интерфейс. Но есть здесь один момент. Дело в том, что вот здесь в графическом интерфейсе вы не найдете абсолютно всех свойств, что существует для различных объектов. Да и в будущем, честно говоря, вам будет проще прописать какое-то свойство, чем долго и нудно искать его внутри этой панели. Ну и опять же повторюсь, здесь еще и нет абсолютно всех тех свойств, которые можно добавлять к различным объектам. Мы же давайте наверняка пока поработаем все-таки с вкладкой дизайн. И сейчас я предлагаю еще установить просто шрифт для нашей этой текстовой надписи. Чтобы нам установить шрифт, мы можем найти это свойство, для этого воспользуемся поиском. И это свойство, оно называется font family. Здесь же мы можем указать один из стандартных шрифтов, либо же можем перейти в more fonts и установить любой шрифт, который доступен на таком сайте, как fonts.google.com. Соответственно, можете перейти на этот сайт, выбрать вы можете там абсолютно любой шрифт и далее вы его сможете вот здесь найти и в принципе установить к любой текстовой надписи. Я, предположим, хочу добавить такой шрифт, который называется как Montserrat. Опять же, его у меня в проекте сейчас нет, он находится на вот этом вот сервисе google fonts. Оттуда я его сейчас скачаю и добавлю к этой текстовой надписи. Вроде много действий, но по факту, чтобы все это сделать, мне необходимо просто найти этот шрифт, указать он будет тонким или же жирным, нажать ok. И все, сейчас пару секунд и вот этот шрифт он был добавлен. Достаточно здорово, да, все как бы было добавлено. Больше предлагаю ничего не делать с этой текстовой надписью, оставим ее как она есть и далее давайте добавим, возможно, два поля, внутрь которых мы будем записывать различные цифры, а дальше мы их будем уже там суммировать, вычитать и так далее. Чтобы нам добавить поле для ввода текста, мы должны добавить такой объект, как plaintext. Опять же, можем его либо сюда добавить, либо можем его внутрь слоя добавить. Давайте внутрь слоя сразу добавим. И здесь же мы единственное его поставим на какую-то определенную точку, также укажем все вот эти вот отступы. Здесь вы можете заметить, что отступы по бокам, они и так по умолчанию уже были проставлены. Нам остается лишь сделать одно. Это возможно сделать отступ сверху. Единственное, вот перетягивая просто объект вот так вот по прямой, не всегда получается его ровно как бы перетянуть. Поэтому мы давайте сделаем с вами вот, что мы просто обратимся к вот этой вот панельке, и здесь вот вверху есть constraint widget, и тут же вы можете указать как бы отступы с любой из сторон. Так вот, я сверху указываю, например, отступ 50 пикселей. Вот у нас ровно, идеально 50 пикселей, вот верхней надписи мы с вами и отступили. Также, возможно, давайте перейдем в режим split. Здесь указывается у нас android text. Нам на самом-то деле android text попросту не нужно, вот это вот поле. Оно нам не нужно по той причине, что мы не хотим, чтобы у нас в текстовом поле сразу было что-либо записано, да, поэтому мы эту вещь с вами удаляем. Остальные значения можно наверняка здесь оставить, ничего менять не будем. Единственное, давайте мы, возможно, уже сами вручную здесь пропишем, это android hint. И это как бы подсказка, которая будет находиться внутри поля, но как только мы начнем вводить какой-то текст, эта подсказка исчезнет. Это довольно удобно. Опять же, все текстовые надписи, их лучше прописывать в отдельном файле, поэтому мы так с вами и поступим. Если в будущем вы, ну как бы вам это надоест, и вы будете прописывать просто текстовые надписи вот здесь, то в этом особой проблемы не будет, проект будет запускаться корректно, но просто с точки зрения Android Studio это считается не совсем верным. Ну, мы давайте все-таки будем пока поступать верно. Здесь мы пропишем hint, и тут будет, например, написано, введите первое число, что-то в этом духе. И также давайте мы, наверное, назовем его как hint1. Плюс, наверное, создам я еще один объект, он будет называться hint2, и здесь будет написано, введите второе число. Ну, например, что-то в этом духе. И далее нам остается сделать лишь одно, мы обращаемся к string, дальше hint1, и вот сюда прописывается введите первое число. Все обработалось абсолютно корректно. Также мы на самом-то деле можем быстро даже вот здесь скопировать весь этот объект, и можем его еще раз повторно сюда вставить. Единственное, нам необходимо поменять ID для нашего второго объекта, потому что ID это уникальное название для самого объекта. Это ID, оно не показывается пользователю, оно нужно только для написания кода, только для обращения к этому объекту. Ну, и главный момент здесь заключается в том, что для любого объекта ID не должны повторяться. У нас здесь два одинаковых ID, поэтому вызывает ошибку. Мы давайте наше второе поле, например, назовем как numberField2, например. А для первого объекта мы, пожалуй, так это я случайно, мы, пожалуй, тоже давайте поменяем ID, и здесь будет у нас название как numberField1. То есть вполне какое-то осмысленное название здесь укажем. Тут же еще указывается inputType, вернее, и тут, и тут, да. И inputType это тоже интересное свойство. То есть за счет inputType вы можете указать, что же это будет за поле. Например, textPersonName это такое поле, в которое мы можем ввести просто обычный текст. Ну, оно называется как textPersonName, как будто имя мы должны вводить, но по факту это обычный текст. Мы же можем на самом-то деле вообще это все установить здесь как просто текст, здесь тоже установлю как просто текст. Или же в нашем случае лучше установить здесь значение как number. Здесь мы тоже укажем значение как number. То есть таким образом я создал поле, внутри которого я смогу поместить исключительно какие-либо числа. Никакого текста внутрь этих полей я поместить не смогу, потому что я указал для них именно такой тип, как number. Также по желанию вы можете указывать здесь и другие значения. Например, вы можете создать numberPassword, то есть это поле пароли, в которое можно будет установить только цифры. Или же, например, textPassword, это опять же будет поле пароль, но в которое можно будет установить уже все что угодно. И цифры, и какие-либо символы. Ну и опять же, поле пароль это просто поле, где не видны все эти символы. Мы оставим пока number, пока это менять не будем. И сейчас у нас есть еще проблемка. У нас что первое поле, что второе поле, они находятся в одной точке. То есть они друг на друге сейчас находятся. Мы давайте это с вами исправим. Чтобы это исправить, нам необходимо по сути обратиться к такому свойству, как layout.constraint.top2bottomoff. Достаточно длинное название. Но суть этого свойства заключается в том, что мы просто указываем к какому объекту, или вернее под каким объектом будет находиться наш текущий объект. Вот editText, который у нас был предыдущий, то есть это вот поле для ввода текста, он у нас принадлежал к, ну он, вернее, находился под таким объектом, у которого ID был как textView. То есть он находился под нашей текстовой надписью. Здесь же нам необходимо сказать то, что наше вот это второе поле, оно будет находиться под таким объектом, как numberField1. И вот, соответственно, мы это сейчас с вами и заметили. Также здесь можем marginTop уменьшить. Нам не нужен столь большой отступ, укажем, например, 20 пикселей. И плюс здесь нужно указать другую подсказку, hint2. И, соответственно, здесь уже пишется, видите, первое число, а здесь пишется, видите, второе число. В общем-то, теперь наш дизайн выглядит намного лучше. И на данный момент у нас до сих пор есть еще какие-то ошибки. Давайте вот мы их посмотрим. Ошибки, они связаны, в принципе, с тем, что нам необходимо просто увеличить высоту каждого из этих полей. Мы давайте вот здесь их и пофиксим. То есть просто нажимаем на них фикс и фикс. И, соответственно, все. Высота у них увеличилась. Все сработало корректно. Также тут есть еще кое-какие подсказки. Это уже не ошибки, это уведомления. Они, мол, говорят о том, что можно еще добавить, вот, например, там автозаполнение. И в таком случае это поле, оно будет как бы более хорошим, более верным. Но, опять же, уведомления можно игнорировать. Их тут действительно будет еще очень и очень много возникать. Хотя, вроде, ничего плохого мы не делаем, но все равно эти уведомления не здесь будут появляться. Ну, такое уж Android Studio. И многие уведомления вы можете игнорировать. Они не влияют на работоспособность проекта. Соответственно, мы сейчас давайте так же с вами и поступим. Ну, и, в общем-то, к этому всему нам еще остается добавить кнопку, при нажатии на которую мы будем выполнять, например, сложение чисел. Чуть позже вы сможете добавить и другие кнопки, при нажатии на которые вы будете, например, там вычитать числа, умножать их и так далее. Чтобы добавить кнопку, мы можем перейти в соответствующую категорию. Здесь есть стандартная кнопка. Есть кнопка в формате изображения. Есть различные переключатели, то есть это группа переключателей или просто один по себе переключатель. Есть чекбокс, это как бы кнопка с галочкой. Есть радиокнопки, есть сама по себе одна кнопка и есть группа радиокнопок. Радиокнопки, они используются для, например, выбора пола, там, мужской или женский. Что-то одно можно только выбрать. Также есть тоггл-баттон, это тоже, по сути, как переключатель. Свитч, тоже по факту как переключатель, просто у них у всех будет разный дизайн. И floating action button, это такая небольшая круглая кнопка, которая вот где-нибудь вот здесь может, например, находиться. Ну или же здесь, да. То есть это просто такая, как бы, левитирующая круглая кнопочка. Возможно, мы давайте с вами добавим пока стандартную кнопку. Чуть позже мы будем и floating action button добавлять, но пока давайте добавим самую стандартную вот кнопку. Здесь нам нужно кое-что поменять. Во-первых, мы должны указать то, что наш объект, он будет прижат, как бы, к последнему текстовому полю. Здесь же мы можем указать вот эти вот стрелочки, но они, как видите, здесь проставляются автоматически. Если какую-то стрелочку нужно удалить, можете спокойно нажать на нее и нажать delete, и эта стрелочка удаляется. Мне такое нужно было сделать, потому что я хочу прижать нашу кнопку к верхнему вот этому вот полю. Также от этого поля мы сделаем некий отступ, например, 30 пикселей. Ну и, в общем-то, на этом окей. По необходимости вы, конечно же, можете поработать еще здесь со стилями. То есть, например, мы можем найти такое свойство, как Background Tint или же просто Background. Background Tint это, ну, по факту тоже заливка, только еще с небольшой тенью будет дополнительно. И вы можете установить здесь любой цвет, какой только захотите. Вот, например, уже будем придерживаться некого одного общего цвета, например, красный. Устанавливаем и все готово. Я, наверное, сейчас со стилями особо играться не буду. Если хотите, вы спокойно можете с ними со всеми поиграться. Тут все очень просто, все стили подписаны, вы их можете выбирать и устанавливать. Ну и поймете, за что каждый из стилей отвечает. Мы еще плюс в ходе курса это все будем изучать. Я же давайте установлю текстовую надпись. И, опять же, лучше ее установить в файлике Strings. Но давайте мы будем правонарушителями прям такими. И просто установим здесь текст прямиком в кнопку. Ну и тут, например, мы добавим такой текст, как просто добавить числа. Например, вот здесь пускай так будет написано. Ну и, соответственно, вот нужная нам кнопка. Теперь, наконец, мы с вами завершили работу над дизайном. Да, здесь еще много можно стилей добавить, много можно объектов добавить. Но пока вот создаем такой супер мини-калькулятор. Теперь нам необходимо поработать со всеми этими объектами в плане кода. То есть нам необходимо получать числа от пользователя. И при нажатии на кнопку нам необходимо выводить результат. Результат мы можем выводить либо в какую-то новую текстовую надпись, которую вот здесь мы можем создать, либо я предлагаю результат выводить просто уже в существующую текстовую надпись. Она вот здесь у меня вверху есть. Я в нее и буду выводить результат. Мне пока такого вот формата будет вполне хватать. Итак, чтобы нам поработать с функционалом, нам необходимо перейти в файл mainactivity.java. И в этом же файле мы в первую очередь должны создать несколько переменных. Каждая из этих переменных будет ссылаться на определенный объект, на определенный виджет из дизайна. В моем случае у меня будет 4 переменных. То есть первая переменная будет ссылаться на текстовую надпись. Две последующие переменные будут ссылаться на вот эти вот поля для ввода текста. И четвертая наша переменная, она будет ссылаться на, соответственно, саму по себе кнопку. Соответственно, давайте сейчас эти все переменные здесь и создадим. Нам необходимо при создании какой-либо перемены, другими словами при создании какого-либо поля, нам необходимо сперва указать тип Мы не можем просто указать здесь например integer или же мы не можем просто здесь указать float, потому что это не те типы данных, которые будут ссылаться на определенный объект Здесь нам нужно указывать именно те классы, которые соответствуют определенному типу объекта, к которому мы хотим ссылаться Чтобы узнать какой класс нам нужно использовать, все что вам необходимо сделать, так это перейти в режим кода И вот здесь если я хочу создать перемену, что будет ссылаться на текстовую надпись, то я могу просто посмотреть как у меня называется здесь сам этот объект Он называется textView, а это означает то, что я здесь именно обращаюсь к такому классу, который так и называется как textView Также нажимаю enter, так как мне необходимо, чтобы этот класс был вот сюда импортирован, но он импортируется автоматически И как только я прописал этот класс, я могу уже создать здесь само по себе это поле Допустим мы его давайте назовем как resultTextView, ну например у нее такое будет название И пока никакого значения я добавлять сюда не буду, пока просто создаю сами по себе эти поля Также по необходимости можете еще здесь модификаторы доступа прописывать, ну например давайте мы даже так и сделаем, укажем здесь private Следующее что нам необходимо сделать, это нам нужно создать два поля, которые будут ссылаться на вот эти вот текстовые поля И опять же мы заходим в код, смотрим что эти текстовые поля, они идут с таким названием как editText А это означает то, что здесь мы вместо уже textView используем такой класс как editText Опять же нажимаем на enter, чтобы это все импортировалось внутрь документа Ну и здесь мы давайте наверняка не будем особо креативничать, мы давайте название для наших полей укажем точно такое же, как и название самих этих объектов NumberField1 и NumberField2 Кстати говоря, для текстовой надписи мы давайте тоже пожалуй поменяем ID Здесь будет не просто textView, а здесь пускай будет написано resultTextView Также нам это значение необходимо поменять чуть ниже, так как у нас editText, он ссылается на определенный ID Ну и ID мы здесь тоже меняем Ну и крайнее что нам нужно сделать, так это прописать еще одну переменную Она у нас уже будет с типом данных button Опять же заходим в код и смотрим что здесь действительно именно button Если бы я создал какую-то другую кнопку, например floating action button То в таком случае здесь вместо класса button я бы воспользовался именно классом как floating action button Видите, такой здесь класс как раз и существует Но меня интересует именно кнопка, поэтому я прописываю здесь button, нажимаю enter, чтобы она все импортировалась Ну и саму кнопку, для нее мы давайте тоже пожалуй поменяем ID Конечно название ID можно и не менять, но просто button непонятно что это за кнопка А если мы здесь напишем например как add button, то это уже какая-то более осмысленная кнопка получается Правильно? И здесь соответственно мы такое же дадим название и для переменной Кстати говоря, переменные, их названия могут отличаться от названий идентификаторов Просто если вы даете одно и то же самое название, то вам не так сложно будет запутаться А если разные будут названия, то запутаться можно будет очень даже легко Так вот, на данный момент мы просто создали переменные По факту это пустышки, потому что к ним не присвоено никакое значение Поэтому в методе onCreate, что вызывается сразу при старте, при создании самой Activity Здесь в этом методе мы присвоим значение ко всем этим переменным Чтобы это сделать, мы просто обращаемся к нужной переменной Далее мы присваиваем значение и чтобы присвоить определенный объект Мы воспользуемся таким методом, что называется findViewById Дословно он переводится как найтиView, то есть найти объект по его идентификатору Это то, что нам как раз и нужно Здесь же мы просто прописываем, какой объект мы ищем Чтобы найти объект по его ID, нужно обратиться к такому важному классу как R R это по факту тот класс, который вообще у вас будет работать со всей папкой resources То есть за счет этого класса вы будете не только находить ID объектов, но также вы сможете за счет этого класса найти определенный файл с дизайном Сможете найти какую-то картинку, сможете найти там например какой-то цвет в файлике colors и так далее На данный момент мы просто все что делаем, так это через этот класс находим определенный ID Так вот, обращаемся к этому классу Здесь обращаемся к ID, то есть говорим, что мы ищем именно какой-то определенный ID И здесь находим нужный объект по нужному ID Опять же, название полей и название ID я указал одинаковое, поэтому мне здесь не составляет труда найти нужный объект То есть для Result TextView я нахожу такой объект, у которого ID будет тоже как Result TextView Другими словами, сюда в эту переменную я помещаю по сути вот этот вот объект Как только я это сделаю, я уже спокойно могу взаимодействовать с этим объектом Могу в него что-то вписывать, могу его видоизменять, могу его в принципе удалить и так далее Любые действия уже могу делать с этим объектом Точно то же самое мы делаем и с другими нашими полями То есть здесь точно так же самое, мы прописываем FindViewById и находим нужный объект Ну здесь давайте я просто скопирую, так как это будет быстрее И дополнительно еще раз наверное скопируем Здесь мы обращаемся к AddButton и находим соответственно объект, который тоже будет называться как AddButton Окей, теперь мы нашли все необходимые объекты Все что нам остается сделать, так это добавить обработчик события при нажатии на кнопку То есть мы хотим, чтобы при нажатии на кнопку у нас что-либо происходило И в этом же обработчике событий, в этом же методе мы с вами получим значения от пользователя и впишем их в ResultTextView Чтобы нам повесить обработчик события, мы обращаемся к AddButton Далее через точку обращаемся к такому методу как SetOnClickListener Этот метод он позволяет нам как раз и повесить обработчик события То есть другими словами он позволяет нам создать метод, что будет срабатывать при нажатии на кнопку И здесь внутрь этого метода SetOnClickListener мы помещаем с вами по сути создание класса На основе, ну создание анонимного класса, на основе такого класса как ViewOnClickListener И здесь же автоматически создается еще метод OnClick И все что мы пропишем внутри этого метода, оно будет срабатывать как раз при нажатии на кнопку Здесь же мы давайте получим значения от пользователя И эти значения поместим в некую переменную Ну например создам переменную нам1 И тут же мы обращаемся к NumberField, обращаемся к методу GetText И этот метод он позволяет нам вернуть просто текстовую надпись Но нам эту текстовую надпись необходимо еще преобразовать к формату строки Поэтому еще здесь используем метод ToString Конечно же вся эта запись будет возвращать нам ошибку Ведь мы не можем строку поместить в переменную с типом Float Поэтому здесь мы еще дополнительно с вами обратимся к классу Float Обратимся к методу parseFloat И этот метод он позволяет нам из строки преобразовать все в Float Как раз, да, в такой тип И сюда мы помещаем вот эту вот строку Таким образом мы с вами получаем то, что вел пользователь И это все записываем в переменную нам1 Точно то же самое мы проделываем и для второго текстового поля Здесь просто обращаемся к другой переменной Ну и наконец, давайте создадим еще, наверное, третью перемену Она будет называться res И в нее мы поместим следующее Мы к нам1 добавим нам2 Вот, в общем-то, все, что нам нужно сделать Теперь остается лишь одно Мы должны обратиться к resultTextView И здесь мы должны обратиться к такому методу, как setText Этот метод позволяет нам установить определенный текст И здесь в качестве текста мы просто помещаем сюда вот эту переменную res И также мы можем здесь вызвать метод toString Но он здесь так просто не сработает Мы давайте лучше обратимся к методу string Вернее, к классу, извиняюсь, string Вот, и здесь мы просто с вами воспользуемся таким методом, как valueOf И передадим туда нашу вот эту вот переменную res То есть метод valueOf у класса string Он делает по сути то же самое, что и в parseFloat Только вот он берет у нас определенную перемену Это может быть с типом данных float, integer и так дальше И он это все преобразует именно в формат строки В формат string В общем-то, это все, что нам нужно прописать в плане кода Давайте пробежимся еще раз Смотрите, мы с вами создали определенный дизайн И каждому объекту мы присвоили определенный идентификатор Далее мы создали несколько переменных И каждую из этих переменных мы присвоили именно тот объект По именно тому идентификатору, что нам нужен То есть, например, если мы говорим про текстовую надпись То я создал соответствующую перемену И присвоил объект с нужным мне идентификатором Далее для кнопки мы создали обработчик события Создается он за счет метода setOnClickListener Здесь же мы прописываем newViewOnClickListener Ну и по факту создается еще метод OnClick Который как раз и будет срабатывать каждый раз при нажатии на кнопку В этом же методе мы просто получаем от пользователя первое число А также второе число Мы выполняем сложение этих чисел И дальше результат мы записываем внутрь нашей текстовой надписи Вот такая здесь идет логика Теперь остается лишь запустить сам проект Что я в общем-то уже сделал Ну и вот вы замечаете, что наш проект он выглядит точно так же само Как и выглядел у нас в Android Studio Также если мы нажмем на какое-либо из этих текстовых полей То у нас открывается соответствующая клавиатура Где мы не можем вводить какие-либо символы Мы можем вводить исключительно числа Опять же это все предоставлено за счет того, что мы указали input type как number Указали бы мы здесь просто как текст, например То в таком случае мы бы могли вводить здесь как числа, так и различные символы Ну и вот давайте мы что-либо сюда попробуем ввести Например 25, а здесь пускай будет 35 Нажимаем добавить числа И вот у нас вводится 60.0 Выводится у нас значение с точкой Просто по этой причине, что мы используем все-таки с вами тип данных float И поскольку мы используем тип данных float То там всегда идет в конце точка 0 Но зато из-за того, что мы используем тип данных float Мы здесь тоже можем прописывать различные точки То есть, например, можем прописать вот такие вот числа Нажимаем добавить числа И у нас вся операция производится корректно Если бы мы использовали тип данных integer То в таком случае у нас бы вся эта операция Она бы поломала весь бы нам калькулятор Потому что все-таки там нельзя использовать числа с точками Поэтому лучше использовать все-таки float В общем-то наше приложение теперь готово Мы потратили достаточно много времени для создания этого приложения Но зато это наше первое такое вот полноценное небольшое приложение Написанное под Android В будущем вы по факту будете делать абсолютно все те же самые действия То есть, весь процесс построения Android приложения Он сводится к тому, что вы пишете сам дизайн И мы его, конечно, еще будем разрабатывать Мы будем изучать другие объекты Все это мы еще будем делать в ходе курса И как только вы напишите дизайн Вы просто прописываете идентификаторы Далее обращаетесь к нужным объектам И прописываете взаимодействие с ними Опять же, в будущем мы еще в ходе этого курса Будем прописывать другие объекты Мы будем еще использовать другие возможности В плане написания кода Но на данный момент мы изучили с вами основной каркас Как строятся все Android приложения Ну и как видите, они строятся за счет двух моментов Это дизайн и написание кода Ну что же, надеюсь урок вам понравился Если так, то не забывайте ставить лайк А также подписываться на канал Кроме того, вступайте в наши соцсети Все ссылки на них будут в описании к этому видео У меня же на этом все До скорых встреч Пока Пока